Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем наши беседы о горе Вознесения, Елеонской горе, ее святынях. И, наконец, теперь темой нашей с вами заключительной беседы является история русского присутствия на Святой Елеонской горе. Оно, надо сказать, тоже весьма примечательно и наполнено всевозможными такими событиями и тоже драгоценными до нас воспоминаниями. Ну, надо сказать, что вообще на Елеонской горе расположено три русские обители. Об одной мы с вами сегодня рассказывать не будем, поскольку это Вифанская школа, Вифанская община Воскресения Христова. Но, поскольку Вифания, хотя территориально находится в пределах Елеонской горы, но сейчас с Елеонской горы попасть туда никоим образом невозможно, то, в общем-то, наверное, имеет смысл рассказывать об этом месте, повествовать, уже рассказывая непосредственно о самой Вифании и собранных там святынях. Сейчас это отдельный населенный такой пункт, большое арабское поселение под названием Эль-Азарии. А на той части Елеонской горы, которая расположена в пределах Восточного Иерусалима и вполне достижимо из старого города, продолжают сохраняться две наши обители. Это Спасо-Вознесенский Елеонский женский монастырь на вершине Елеона, а также монастырь Святой Равнопостной Марии Магдалины, который часто называют еще монастырем в Русской Гефсимании, который, хотя стоит на склонах Елеона, но расположен ближе к подножию горы, к Гефсимании и ее святым местам, о которых мы тоже, даст Бог, может быть, расскажем в какой-то отдельной беседе. Также Русской Церкви принадлежит еще небольшой участок, на котором расположен древний памятник. Мы о нем упоминали в прошлой беседе. Это гробница святых пророков Малахия, Агея и Захария. Древняя погребальная пещера с несколькими коридорами, в которых размещено 38 погребений типа Кукхим, то есть таких ниш, проделанных в скале, в стенах пещеры, в которых совершалось погребение в весь период, так называемого, период второго храма, то есть в промежуток между V и I столетиями, соответственно, до и после Рождества Христова. Это тоже русская собственность на Елеонской горе. Спасовознесенский Елеонский монастырь был построен на месте, ну тоже вот насколько это было тогда возможно, приближенным к древней святыне, к древнему храму Вознесения Спасителя на вершине горы Елеон. Замечательный, совершенно святой, безусловно, жизненный человек, архимандрит Антонин Капустин, начальник, легендарный начальник русской духовной миссии, в 1770 году успел выкупить три больших земельных участка, ну практически примыкавшие к месту Вознесения. И на этих трех участках он создал сначала женскую общину, которая уже впоследствии была преобразована в женский Спасовознесенский Елеонский монастырь. В этот монастырь, ставший любимым таким детищем архимандрита Антонина, отец Антонин вложил ну просто все силы и всю свою любовь. Это было место, в основном, где находилась его такая любимая резиденция, место пребывания. Здесь он построил великолепнейший собор в честь Вознесения Христова, в котором и сам упокоился, представившись в 1894 году. Дорогие русские паломники, когда вы приходите в Спасо-Елеонскую обитель Вознесенскую, Антоний Андреевич, такая возможность у наших паломников еще появится. Непременно помяните, пропойте или хотя бы произнесите слова вечной памяти преснопамятному архимандриту Антонину. Это действительно великий человек, это создатель русской Палестины, которому мы обязаны вообще присутствуем до сих пор русской церкви на Святой Земле. Это был человек потрясающей веры, потрясающих дарований, очень разноплановых дарований. Это человек, который сочетал в себе, будучи очень такого простого происхождения, сыном церковнослужителя с Урала, из шадринских пределов на Урале. Это человек, который создает невероятную красоту благодаря тому необычайному художественному чутью, благодаря тому образованию, которое он получил, благодаря необычайно развитому уму. Человек, который обладал несомненным археологическим чутьем, который просто вот имел чутье на вот эти, необычайно на вот эти действительно интереснейшие и в церковном, и в священном, и в историческом, археологическом отношении места. Человек, который сам проводил археологические раскопки на тех участках, которые выкупал для русской церкви. Человек, который при этом обладал несомненными дипломатическими и коммерческими талантами, которые помогали ему в очень непростых условиях жизни русской церкви в Турецкой империи, ее там, вернее, представительству русской церкви в Турецкой империи, вести такие достаточно сложные и непростые, в том числе и в чисто житейском, практическом отношении, переговоры, торговые сделки, которые растягивались на годы, но позволяли заплатить какие-то разумные, выменяемые деньги за те участки и те памятники, которые архимандрит Антонин покупал, благодаря своим тоже вот таким чисто практическим и деловым таким талантам и терпению, которые проявлял в ведении этих сделок. А уж сколько авантюр и путешествий было им предпринято для того, чтобы это стало возможным, иногда архимандрита Антонина и его верного сотрудника, драгомана русской миссии, Егора Яковлевича Халеби, араба православного по происхождению, сравнивали с таким Дон Кихотом и Санчо Панци, когда один на своем скакуне, а другой на ослике объезжали с, надо сказать, серьезными опасностями для жизни пределы тогдашней Святой Земли в поисках каких-то новых, еще не опознанных, неузнанных святых мест, которые они зачастую могли приобрести во владение русской православной церкви в наше общее с вами достояние. Это, конечно, совершенно потрясающий человек, который находил время и для живописи, и для рукоделия, мог своими руками изготовить и написать иконостас, и в то же время устроил обсерваторию для того, чтобы наблюдать за звездами, увлекаясь астрономией. Ну, невероятно такой разносторонний человек. Вот он вкладывает очень много сил, помимо всех других святых мест, причем вкладывает, надо сказать, несмотря на противодействия, которые встречает, как ни странно, со стороны русского правительства. Русский консул в Иерусалиме всячески препятствует Архимандриту Антонину в его деятельности, пишет на него бесконечные жалобы, доносы. Архимандриту Антонину предписывается синодом прекратить его самовольные какие-то покупки. Он изыскивает какие-то обходные пути для того, чтобы продолжать созидание той русской Палестины, которую, как он верил, доверил ему Господь наш Иисус Христос. Но Архимандрит Антонин – это, конечно, пример, безусловно, такого святого подвижника, который не прославлен только потому, что его личность встречает, наверное, такое очень большое противодействие со стороны местных иерусалимских греков, которые, в общем, обвиняют Архимандрита Антонина в том, что тот успел похитить у них какие-то вот такие участки и места святые, на которые греки претендовали, но не успели выкупить и сделать это, прежде чем это сумел совершить Архимандрит Антонин. К нему, надо сказать, к сожалению, у местных представителей Иерусалимского Патриархата такая устойчивая неприязнь сохраняется, и поэтому прославить отца Антонина было бы таким определенным вызовом по отношению к ним. Так вот, отец Антонин созидает великолепный собор по проекту итальянского архитектора, который созидает прекрасную колокольню, копию той, которую он когда-то любил созерцать у себя в своем родном селе, колокольню, которую до сих пор называют русской свечой. Ее высота 64 метра, и это такой очень заметный ориентир русского присутствия и христианского присутствия над всем Иерусалимом. И до сих пор русская свеча – это один из таких символов вообще Святого Града, символ трудов и подвигов русских паломников на Святой Земле. Украшают его необыкновенно тяжелые, редкие по своему размеру для Святой Земли колокола, самый крупный из которых вообще был связан с такой совершенно потрясающей историей. Он был отрит в России, естественно, на русские деньги, на собранные пожертвования. И когда этот колокол доставили в порт Яфы, оказалось, что нет никакой возможности перевезти его в Иерусалим. Никто из подрядчиков местных не берется за то, чтобы закубить своих лошадей или валов, заставляя их вот в гору, в такой необычайно крутой и продолжительный подъем, вот эти порядка там 70-80 километров дороги волочат от колокола до Иерусалима и до высшей его точки, до колокольни на Иллионской горе. Но отец Антонин всем своим сердцем верит в русского паломника. Он приезжает в Яфу и обращается к русским паломникам, которые в это время прибыли для посещения святых мест. В основном это, конечно, русские крестьяне, для которых тогда русское палестинское общество успело создать условия, благодаря которым они, пускай в трюмах третьим классом, но могли за сравнительно небольшие деньги посетить святые места Иерусалима и Святой Земли. И вот отец Антонин обращается к ним с просьбой помочь в этом совершенно невероятном деле. Русские паломники своими силами, на своих, можно сказать, плечах, без всякой там конской или воловьей тяги, сумели дотащить, благодаря русской выносливости, русской смекалке, этот огромный колокол, отлитый на пожертвования московского купца Рязанцева, колокол, который весил около пяти тонн, 308 пудов, они сумели дотащить его от Яфы в гору, в этот горный подъем, постоянно подкладывая, меняя под него деревянные брови, бревна-катышки, которые они вот так вот постоянно вынимали и опять подкладывали под этот колокол, они дотащили до Иерусалима. Более того, успели приволочь этот колокол, пяти тонн к кедронскому потоку, и вот здесь совершается страшная трагедия, когда через узкий мост переход через кедронский поток, они пытаются его перетащить, колокол докриняется, падает и придавливает одну из крестьянок и ее сыновей, которые участвовали, русские паломники, в этом деле перенесения. Крестьянка полностью раздробила ноги, пострадали также и несколько еще человек, но не так тяжело, как она. Отец Антонин находит лучших врачей для того, чтобы исцелить больную крестьянку. Потрясающая совершенно реакция самой крестьянки и ее сыновей на произошедшее. Крестьянка, русская паломница, благодарит Бога за то, что Господь сподобил ее пострадать там, где он пострадал сам, свою причистую плотью. Это просто удивительно. Видимо, благодаря этому исцеление этой русской женщины шло какими-то необычайными темпами, и она успела еще даже поправиться и пешком, как это делали русские крестьяне, отказываясь от каких-то бричек, от ишаков, вместе с остальными совершить задуманное паломничество по Святой Земле. Ее сыновья, ее дети вместе с нею радовались за то, что их мать сумела удостоиться такой чести, чтобы пострадать на Святой Земле во время паломничества. Вот это была удивительная психология русских паломников, удивительное сердечное расположение, за которое, конечно, невозможно их было не любить всем сердцем, как их любил архимандрит Антонин. И дело это было завершено. Колокол был поднят на Иллионскую гору, поднят на вот эту замечательную, стройную колокольню итальянского архитектора Безетти, и с тех пор украшал и оглашал своим звоном Восточный Иерусалим, и до сих пор им продолжают пользоваться для совершения звона к богослужению по таким праздничным, особо торжественным каким-то дням. Вот так трудами архимандрита Антонина и его последователей была украшена эта замечательная обитель, в которой подвязалось множество сестер. В истории этого монастыря было, конечно, тоже очень много различных бедствий. В какой-то момент части сестер пришлось покинуть родную обитель и скрываться в Египте, подобно бежавшему спасителю от турецких властей. Но потом опять они сумели вернуться на прежнее место. Помимо погребения отца Антонина, в монастыре рядом с собором почитается также камень, с которого по тому преданию, которое передавал отец Антонин, Божья Матерь наблюдала за вознесением своего сына. А также хранятся чудотворные иконы Божьей Матери. Одна из них является списком с Черниговской Гефсиманской иконы Божьей Матери и Иерусалимская икона. А другая — это икона, которая именуется «Взыскание погибших» или «Борска». Она была написана в 1911 году группой русских паломников-крестьян, которые также попали в тяжелый шторм, и, молясь об избавлении от этой напасти, пустили по кругу шапку, собрали деньги для того, чтобы, если Господь избавит их от погибели в морской пучине, на эти деньги написать образ в честь Божьей Матери взыскания погибших. И от гефсиманского образа, и от образа взыскания погибших было достаточно много чудес, таких вот чудесных событий, явлений и помощи по молитвам, просивших перед этими иконами заступление Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Другой такой очень примечательной святыней — Елеона — является часовня на месте, как верил архимандрит Антонин, обретение главы Честного Иоанна Предтечи. Эта часовня построена над раскопанным мозаичным полом, который, судя по надписям, которые на нем сохранились, принадлежал некому армянскому монастырю. Там сохранились на армянском языке упоминания о епископе, который был настоятелем этой святой обители. Ну, на самом деле, многие обители святой земли были такими интернациональными или принадлежали каким-то таким национальным церквям, в том числе, например, армянской. Очень много было армянских святынь на святой земле, очень много иноков-армян подвязалось в разных монастырях и обителях православных на святой земле. Очень красивая и примечательная эта небольшая мозаика. Она украшена образами животных, птиц и растений, плодов, которые встречаются на святой земле. Небольшая, она очень живописная, а также в ней, в одном из углов, присутствует такое вот особое углубление в виде такой как бы чаши, которую архимандрит Антонин как раз-таки вот и понимал, как то место, которым мозаика выделяла вот обретение этой великой святыни главы святого Иоанна Предтечи. Ну, помимо Елеонского монастыря, который сейчас приближит русской зарубежной церкви, но находится в молитвенном союзе с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Также существует и, как мы говорили, другая русская обитель на Леоне. Это монастырь Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Очень примечательна также его история. Изначально эта обитель не строилась как монастырь. Собственно говоря, первоначальный замысел этого строительства – это храм-памятник. В память скончавшейся в 1880 году императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II и матери великих князей Сергия Александровича и Павла, которые как раз-таки и выступили инициаторами ее строительства. И турецкое правительство подарило, что было вообще таким очень редким случаем, из уважения к великим князьям, к российскому императору, подарило участок, который они выбрали на склоне Леонской горы. Проект для строительства прекрасного храма в русском стиле с золотыми куполами выполнил академик Российской академии художеств Давид Иванович Гримм. А помощником и непосредственным воплотителем этого проекта на месте был молодой местный уроженец, арабоязычный, вернее, христианин, архитектор Георгий Франгия. Вот совместными усилиями при наблюдении великих князей храм этот был построен и в 1888 году освящен. Причем в его освящении участвовали и великий князь Сергей Александрович, будущий мученик, пострадавший от рук террористов, бомбометателей Каляева, и его супруга, великая княгиня Лисавета Федоровна. По преданию, во время этого освящения Лисавета Федоровна была настолько тронута, потрясена красотой этого великолепного храма, что высказала пожелание быть погребенной здесь после своей кончины. Конечно, она еще не знала своего будущего, того, что с ней произойдет, но Господь удивительным, чудесным образом тоже с множеством непростых таких обстоятельств исполнил это святое желание великой, благоверной святой княгини Лисаветы Федоровны Романовой, урожденной принцессой Гессендармштадтской. И вот храм был построен, храм стал местом такого необычайно прекрасного, красивого, видного практически отовсюду, бросающегося в глаза русского присутствия в Иерусалиме. Но это был просто храм, община при нем возникла намного позднее. Дело в том, что после революции храм этот оказался в видении русской зарубежной церкви, и надо было каким-то образом его содержать. Это было делом непростым для русской эмиграции, оказавшейся часто самой, без гроша в кармане за пределами своей родины. И те домики, которые были построены рядом с храмом, домики для причта, стали сдаваться в наем. А руководила этим делом русская эмигрантка, глубоко верующая женщина Валентина Ивана Цветкова. И вот однажды в 1929 году в этих домиках остановились две англиканские монахини Стелла Робинсон и Кэтрин Фрэнсис Протт. Обе они происходили из таких аристократических шотландских родов, задумали посвятить свою боголюбивую жизнь миссионерству на благо англиканской церкви где-нибудь в Индии или в других таких вот экзотических и страдающих местах, где существовало англиканское присутствие. Но перед тем, как отправиться на свое миссионерство, они решили совершить паломничество в Иерусалим. И когда они прибыли в Иерусалим, выяснилось, что здесь, при этом храме, похоронено тело глубоко почитаемое имя великой княгини Лисеэты Федоровны. Тело княгини после расстрела ее вместе с другими Алапаевскими мучениками 18 июля 1918 года, как мы знаем, было извлечено из шахты, и игумен Серафим Кузнецов, настоятеля одного из пермских монастырей в честь всех святых, он вместе с отступающей белой армией вывозит тела княгини Лисоветы преподобной мученицы и пострадавшие вместе с ней инокины Варвары, а также шести других представителей великокняжеской семьи Романовых вывозят через всю Сибирь в Пекин. В воспоминаниях Серафима Кузнецова присутствует такой момент, что когда он вез гробы через всю Сибирь, в специально выделенном для их погребения достойного, где бы они не были бы осквернены большевиками, в вагоне, стояла страшная жара. И вот помощницы игумена Серафима на остановках, когда состав останавливался, собирали придорожную траву и отирали вот тот гной, то разложение, которое выделялось гробами великих князей. А из гробов преподобной мученицы Лисоветы и преподобной мученицы Варвары Инокине источалось благовонное миро, которое отец Серафим собирал в особую бутылочку. И когда гробы с алопайскими мучениками были доставлены наконец на место назначения и открыты, то выяснилось, что от великих князей, которых везли в гробах, остались только скелеты, а Елисавета Федоровна с Варварой почивают в гробах нетленными и мироточащими. Долгое некоторое время отец Серафим скрывает в своем доме в Китае под полом мощи святой Елисаветы и святой Варвары, а затем при помощи британского королевского дома через Австралию перевозят эти нетленные тела в Иерусалим для того, чтобы они упокоились в этом храме святой равнопостной Марии Магдалины во исполнение мечты великой княгини Елисаветы Федоровны, ну и, безусловно, того промысла Божия, который привел эту великую святыню в достойное, принадлежащее ей место. Иерусалимские монахини, услышав о том, что вот здесь вот таким удивительным образом как раз-таки погребено тело Елисаветы Федоровны совсем незадолго до того, как сами они приехали сюда, прочитав книгу, которая была составлена о трудах Елисаветы Федоровны, о ее сестричестве Марфомариинском, они настолько были потрясены, образы великой княгини, что откладывают свою поездку в Индию, остаются в Иерусалиме, а затем вообще принимают православие, становятся монахинями, а затем по очереди становятся игумениями и Елеонской обители, и обители, которые женской общины, которая возникает, объединив Вифанию и будущий монастырь Святой Равнапостной Марии Магдалины. Вот таким чудесным образом во главе монастыря становятся сначала две шотландские аристократки, игумния Марии Робинсон, затем ее преемница, и третьей игумнией после них становится как раз-таки Валентина Ивановна Цветкова, которая и привела их к Святому Православию. Но только в 1988 году русская женская община в монастыре Марии Магдалины получает статус монастыря и превращается в такую полноценную обитель. Надо сказать, что на территории русской Гефсимании находится много других святынь и таких очень примечательных мест. Это и фрагмент древней дороги каменной, по которой, по всей вероятности, еще Спаситель шествовал в Иерусалим и над которым совершается молебен в монастыре на празднование входа Господня в Иерусалим и камень, на который, по преданию, уронила свой пояс Матерь Божия, когда возносилась на небо место своего погребения в Гефсимании, который находится совсем недалеко. Это, помимо мощей святой великомученице княгине Лисовета Иннокене Варвары, лежащих теперь в храме Святой Равноапостной Марии Магдалины, и также чудотворная икона Смоленской Адигитрии, подаренная монастырю митрополитом Гор Ливанских Ильей Карамом, тем самым, который в свое время, в 1941 году, передавал Сталину известие от Божьей Матери о том, на каких условиях страна Советов во время нападения Гитлеровской Германии будет пощажена и помилована, и получит победу в этой страшной войне. Также скажем буквально два слова и еще об одном захоронении, которое совершено в Крипте, там, где первоначально была погребена великая княгиня Елисавета Федоровна. Теперь в ней также упокоилось тело принцессы Алисы Баттенбергской. Это удивительная женщина, о которой тоже надо сказать хотя бы два слова. Принцесса Алиса Баттенбергская была, собственно говоря, из той же Гессендар-Шадской династии, что и великая княгиня Елисавета и императрица Александра Федоровна. Более того, она, собственно говоря, приходилась племянницей и Елисавете Федоровне, и Александре, ну и, соответственно, императору Николаю II, святому царю Страстотерпцу. Также она была правнучкой знаменитой британской императрицы королевы Виктории и родилась в ее собственном дворце в Виндзорском и в ее собственном присутствии. Но девочка с рождения оказалась глухой. Через какое-то время, когда она росла, это было замечено, но ее мать, принцесса Юлия, сумела выучить ее читать по губам. И таким образом девочка освоила еще в раннем детстве английский и немецкий языки, которые являлись для нее родными в силу происхождения, а впоследствии таким же точно образом выучила французский и греческий языки. Никто не догадывался о том, что она немая. И вот эта принцесса Алиса, Виктория Алиса, выходит замуж за четвертого сына короля Греции Константина, принца Андрея, который является также сыном великой княгини Ольги Константиновны, королевы эллинов, русской по происхождению. Ну и в ней, соответственно, таким образом течет и русская кровь. И поселяется на родине своего мужа в Греции. Греческое православие оказывает на нее столь сильное влияние, что в 1920 году она переходит из англиканства в православие и навеки связывает свою жизнь с православием. Ну а общение с Лисетой Федоровной, которое тоже произвело на нее очень большое такое впечатление и которое состоялось еще при жизни двух этих принцесс и родственниц, тоже предопределило ее трудный, но полный сужение ближним путь. К сожалению, этот путь был очень непростым. В 1920-е годы, оказывается, разлученной со своими детьми. Дочери ее в силу германской линии происхождения оказываются во главе германская аристократия Третьего рейха, а ее сын Филипп становится принцем Филиппом, супругом, недавно почившей королевы Елисаветы II британской и отцом, соответственно, ныне правящего их сына принца Чарльза, ну а ныне короля Карла III, монарха Британии, который недавно, собственно, короновался на престол Британской империи. Но сама принцесса Алиса сначала по причине болезни не могла поддерживать отношения со своими родными, а потом долгое время жила инкогнито, наконец она возвращается в Грецию и там создает православный монархский орден Марфы и Марии в подражание своей святой тете великой княгине Елисавете в нищете, в служении ближнему, на последние свои средства, на собранное пожертвование, создает госпиталь, создает монашескую общину. В годы Второй мировой войны скрывает у себя в подвале еврейскую вдову с двумя детьми, за что впоследствии удостоено звание праведника мира, героя Холокоста уже от израильского правительства. И в нищете, в трудах, в исповедании православия проводит свою жизнь в Греции, в Афинах до 1967 года, когда в результате переворота черных полковников, так называемых, она вынуждена ненадолго переселиться по приглашению своей невестки, императрицы Елисавета и своего сына в Виндзорский дворец, где и умирает в 1969 году. Согласно ее просьбе, в 1988 году ее тело, ее прах был перевезен в Иерусалим и положен поблизости от столь почитаемой ею ее близкой родственницы великой княгини Елисаветы в крипте монастыря Святой Марии Магдалины. Кладбище монастыря также стало пристанищем для многих других исповедников православия, в том числе для приз, напоминаемого Георгия Халеби, драгомана русской православной миссии, многих других подвижников православия. Сейчас здесь подвизается небольшое русское сестричество, но тоже на самом деле интернациональное, одно относящееся к русской церкви за границей, в союзе с Московской Духовной Союзе, с Московской Патриархией. И до сих пор, благодаря этим святым обителям, совершается русское присутствие на древней святой горе Вознесения Господа нашего Иисуса Христа и Леонской горе. И каждый русский человек может почувствовать там дыхание своей святой Родины, святой Руси, пускай и отдаленное временем и расстоянием, но до сих пор чувствующееся и ощущающееся в пределах не чуждой нам святой земли, святого Града Иерусалима. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok